Забирают всех! Женщин! Детей тоже! Всех! События времен оккупации Бельгии глазами ребенка. В этой истории и последняя поездка на трамвае с мамой, и трагические прощальные объятия с родителями, которые незаметно покидают сына ночью во имя спасения от фашистов. Главный герой, еврейский мальчик Жозеф с горящей желтой звездой на пальто, изображен куклой. Спустя десятки лет он, уже взрослый, рассказывает о страшных временах Холокоста, которые ему пришлось пережить. Главное – артисты. И вот они нанесут всю ответственность за то, что написал Эрих Эммануэль Шмидт про Холокост, про войну, что сейчас звучит очень актуально. Там говорит персонаж, что у нас у всех один Бог, который создан нас для того, чтобы мы жили, развивались и были счастливы. В этом спектакле страшное слово «война» контрастирует с человечностью, любовью и надеждой. После расставания с родителями Жозеф оказывается под опекой у католического священника Понца, который прячет в своем приюте еврейских детей. Там он встречает и мадмуазель Марсель, помогающую Понцу скрыть правду о гонимых детях. Женщина подделывает мальчику документы. Я сделаю ему такие документы, что эти мерзавцы от него отстанут. Вообще она была аптекарем. Так навевала на окружающих больше страх, чем симпатию. Но это был человек с большим сердцем, который знал, что такое вообще правильные вещи в жизни, как добро, сострадание и любовь – это самое главное. В приюте мальчик Жозеф находит дружбу, которая помогает ему пережить разлуку с родителями. Не только в лице отца Понца, но и мальчика Руди. Я исполняю роль еврейского мальчика-подростка Руди, друга главного героя. Он такой немножко не от мира сего, по-еврейски шлемазл. Спектакль, представленный на фестивале «Подмосковные вечера» в Фесте, запомнится зрителю не рассказом о войне, а рассказом о том, что на фоне страшных событий того времени в мире есть место добрым поступкам и человечности.